Меня зовут Злобина Анастасия Анатольевна. Я учитель-логопед детского сада номер 4, поселка Кокуй. Предлагаю пройти мой кабинет. Для целенаправленного оснащения и применения логопедический кабинет разделен на зону. Здесь зона коррекции звукопроизношения. Дети автоматизируют звук, делают артикуляционную гимнастику. Имеется дополнительное освещение, предметные картинки на автоматизацию разных звуков. Для дыхательной гимнастики, для мелкой моторики. Автоматизация звука у нас представлена в различных методической литературе. Игры, лото, зона общей моторики. Подобрана таким образом, чтобы у детей развивались пальцы. Бросовый материал нам предназначен для пластилина. Мы различные картинки составляем. Крупы вот эти у меня используются, например, в играх, как золушка. То есть, ребенок перебирает гречку, пшену, отделяет их друг от друга. Прищепки, пластилин, аппликатор Кузнецова, массажные мячики, различные игры. Имеются логопедические помощники. Это индивидуальные зеркала. Вот такой у нас силиконовый бутик. Литушка, которая нам помогает артикуляционную гимнастику делать. Варежки связанные. Дети одевают их. Надевают, то есть, на руки. При этом делают артикуляционную гимнастику. Применяем метод биоэнергопластики. Ватные шарики, перья. Зона фонального восприятия представлена в различных игрушках, которые звучат по-разному. Такие погремушки, бубны, шумовые коробочки, там гвозди, крупы, пуговички, конфетки, монеты. Дети на слух определяют звук. Это у нас зона мотивационная, где ребенка поощряют за хорошее и веселое задание. У нас имеется попугай, который умеет говорить, который нам обычно говорит, какой ребенок молодец. И имеются вот такие человечки, которые вот у нас удивленное лицо. Когда ребенку не было очень интересно. Веселое лицо, это когда ребенку было очень интересно. И есть сердитое лицо, когда совсем не было интересно. Кораблики для дыхательной гимнастики. Методическая литература у нас представлена. Вся пронумерована, чтобы логопеду было удобно работать. В зоне грамматики имеются картинки по лексическим темам. Здесь зона развития звукового анализа и синтеза. Представлена доска с магнитами, звуковые схемы, кораблики на определение звука в слове. Домики по звукам гласные, твердые, мягкие. И игровая зона свободная, которая представлена у нас различными животными, домашними, дикими и игрушками. Домики наклеены на стену. У нас предназначаются для развития зрительной гимнастики. Ребенок встает в линейку и не поворачивая головы, должен глазками посмотреть и найти, где же у нас солнышко, где веселое облачко, где грустное и так далее. Спасибо за внимание.